Всем привет! С вами опять Гавриэль. Сегодняшняя тема у нас о воде. О воде Владикавказа. Вода Владикавказа очень вкусная. Вода Владикавказа чистая. Вода Владикавказа мочегонная. Можешь пить, пить, пить и через какие-то минут 20 захочется в туалет. Вода Владикавказа очень холодная. Даже в летнее время, когда на улице температура плюс 38-37, мы из-под крана не разрешаем пить воду детям, потому что она ледяная. Она ледяная в прямом смысле. Наливаешь ее в стакан, стакан снаружи начинает потеть. Настолько она холодная. Я поставил фильтр для очистки воды Аквафор ВИС-150. И ровно год прошло, как этот модуль работает. Сейчас проверим, насколько эти слова, которые я сказал, что вода Владикавказа чистая, оправдают себя. Я сейчас сниму этот фильтр, разберу его, достану туда модуль. И относительно нового модуля и старого модуля, надеюсь, мы заметим, насколько чистая вода Владикавказа. Поехали. Вот как выглядит чистый новый модуль для фильтра. Он убил белизну, надеюсь, передаст камеру. Вот здесь у меня стоит фильтр, отсюда мы пьем воду. И только для пищи, для чая используем эту воду. Вот он стоит здесь, под краном. На нем написано, что производство США. Вроде бы я спрашивал там в магазине, где я его покупал. В магазине, где я его покупал, там мне сказали, что это питерский завод. Когда я его покупал, все надо мной смеялись. А зачем тебе, говорит, фильтр? Ты же, говорит, не в Москве живешь, не в Питере живешь. Я говорю, грязь в системе, в трубах, говорю. Компрессоры работают, говорю, компрессоры, на которые качают эту воду. Это же все тяжелые металлы. Куда они уходят? Это же все в воде остается. Это попадает, хочешь не хочешь, в стакан воды для детей. Просто с тазом у меня не получилось. В тазике у меня тоненькие маленькие дырочки. Цвет. За год эксплуатации. Белизны вообще нет. Согласитесь со мной. Так что вода во Владикавказе, правда, чистая. Ждала наши надежды. Всего лишь горстка песка там. Тяжелого металла и ржавчины из этого. Из труб, из системы. И это фильтр самой легкой чистки. Я думаю, его достаточно. Большего не надо. Если большего надо было бы, здесь было бы грязи много, потому что я смотрел видео, где они меняли фильтра. Этот модуль был очень черный, очень темный. Не такой, чуть-чуть сероватый. И здесь было очень много грязи. Даже нужно было промыть ее. И это промыть надо было, и верхнюю, и нижнюю часть надо было промыть. А здесь всего лишь чуточку, чуточку за год собралось, чуточку песка. Вот. Вы все сами видели, сами решите, что вам делать. Но мое личное мнение, лучше с фильтром, через фильтр пить, чем подвергать риску себя и своих близких. Потому что город старый, системы все старые, периодически делают ремонт этих систем. И во время ремонта ржавчина, грязь, тяжелые металлы, все попадает. Все попадает в воду, и это может попасть в ваш стакан, и в желудок вашего ребенка. Но вот этот стальной и нержавеющий аквафор, фаворит, B150, самая легкая очистка. Здесь нету никаких умудренных тройных или двойных очистительных фильтров. Здесь один фильтр, одна очистка. Я советую ее. Нержавеющая сталь. Не знаю, почему-то на нем написано, что это производство Америки, но я знаю, что это производство Санкт-Петербурга. Так что, решайте сами. Всего вам доброго. Надеюсь, был полезен кому-то. Спасибо.